Всем доброго утра, а именно утро. Мои домочадцы сейчас еще спят и я решил приготовить для них кашу. Но не одну, а несколько. Возможно, это видео будет интересно многодетным мамочкам, у которых ребенок или дети капризничают и сегодня они хотят одну кашу, завтра другую, послезавтра третью. В моем видео есть просто выбор. Я в своей кастрюле могу приготовить 4 разных каши. Можно, конечно, и больше, но для этого потребуется просто больше насадок. В простонародье емкости с отверстиями. Также этот рецепт наверняка, я больше чем уверен, будет интересен поварам, которые работают в гостиничном бизнесе. При этой методике, не боясь, что каши пригорят, можно приготовить одновременно. Допустим, у себя на кухне, используя всего полчаса затрат времени, я могу приготовить сразу 90 килограмм различных каш. И причем мне не нужно за ними следить и смотреть, чтобы они у меня не пригорели. Достаточно ли знать пропорции и время приготовления? Вот и все. Я не думаю, что что-то подобное вы уже видели в интернете, так как это мой авторский рецепт. Хотя, кто знает, может быть уже кто-то до этого додумался. Ну, давайте приступим. Так, количество всех ингредиентов у меня будет под видео. Мало ли я что-то неправильно скажу, а под видео уже все будет четко и понятно. Значит, я взял на 4 каши 800 миллилитров молока, добавляю 35 грамм сахара и 5 грамм соли. Все тщательно перемешиваю, чтобы сахар растворился. Для удобства перелью молоко в мерный стакан. Далее мне понадобятся весы, потому что без весов, ну, никуда сегодня. Если вы, конечно, хотите на еде зарабатывать, а не делать подарки. 200 миллилитров молока, 50 грамм молочного риса и буквально четвертинка чайной ложечки корицы. Перемешиваю. Рис и корица очень любят яблоко, поэтому я добавляю яблоко. Точнее, сушеное яблоко, буквально 15 грамм. Для приготовления каши я буду использовать обычную мантоварку. У меня мантоварка небольшая, всего 24 сантиметра в диаметре. Помещаю тарелочку, чтобы, конечно, обязательно борта тарелки не закрывали диаметр кастрюли полностью. То есть, нам нужно, чтобы пар все-таки поступал. И перемещаю подготовленную массу в тарелку. Почему я делаю именно так? Ну, потому что, если я сразу буду помещать это все в тарелку, а затем в кастрюльку, то будет немного неудобно, потому что здесь слишком мало места для маневров. Поэтому так будет проще. Готово. Следующая каша. Давайте сделаем манную. Одну из самых популярных каш. 200 миллилитров молока. 30 грамм манной крупы. Перемешиваю. И здесь я добавлю кураги. При этих рецептах я вам просто показываю, что можно добавить. А тут решать вам самим. Хотите вы добавить курагу, добавьте. Хотите добавить яблоко, добавьте. Не хотите, не добавляйте. Сахар всегда можно досыпать уже в готовую кашу. Поэтому я остаюсь примерно при 8 граммах сахара для каждой каши. Давайте я вам покажу, о чем я вам тут рассказываю, чтобы вы понимали, о чем речь. Что если я буду сразу помещать массу в тарелку. И чем это чревато. Возможно, кому-то этот рецепт покажется нудным. Пишут мне иногда в комментариях. Но с другой стороны я вам скажу так, что после моих рецептов не возникает вопросов. Все проходит на 100%. А те, которые слишком грамотные и что-то у них не получается, ну, конечно, и виноват тогда повар. Ну, так обычно бывает. Ну, вот смотрите. Значит, видите, мне даже пальцы некуда подставить. Поэтому здесь в таком случае можно сделать так. Немного приподнять кастрюльку и опустить. Все, готово. Ну, как я уже сказал, это неудобно. 200 молока. Следующая каша у меня пшенная. Здесь, значит, смотрите. У пшенки есть очень маленькие, тоненькие отверстия, которые не видны невооруженным глазом. И в них находится масло. А масло имеет свойство после 6 месяцев начинать стареть. И потом у вас крупа получается невкусная. Поэтому в этом случае я пшено прокалил и промыл кипяченой водой, чтобы избавиться именно от этого жира. И тогда каша у вас сгорчить не будет. Засыпаем пшено. Перемешиваем. И отправляем в тарелку. В пшенную кашу я отправлю немного изюма. Буквально 15 грамм. Ну и последняя каша у меня будет из овсяных хлопьев. Буквально 30 грамм хлопьев. Можно готовить и из цельнозернового зерна. Нет проблем. Но в этом случае возможно. Потому что я еще не готовил. Понадобится времени не 45 минут, а 1 час. С таким же успехом вы можете готовить и другие каши. Те, которые я готовил, я под видео про порции также оставлю. А такие крупы, как перловка и полба, возможно с ними нужно будет немножко повозиться. В каком плане? Просто времени приготовления понадобится немного больше. Да, и не обязательно каши готовить именно на молоке. Вы можете приготовить их на овощном бульоне, просто на воде или на мясном бульоне. Это на ваше полное усмотрение. Крупу обязательно нужно перемешать. Да, и в эту кашу я добавлю чернослив. Основа у меня готова. Накрываю крышкой. В кастрюлю сразу наливаю горячую кипяченую воду. Примерно 1 литр. Ставлю всю конструкцию. 47 минут. 2 минутки, чтобы вода закипела. Да, вода в кастрюле должна непрерывно кипеть. Общее приготовление, как вода закипит, 45 минут. Ну, а я за это время, пока каша варится, пойду приму душ. 45 минут истекли. Я достаю кашу. Так, ну, достать ее можно довольно просто. Нажатием пальца. Так, ну, вот так вот каша выглядит. Сейчас я ее размешаю. Все, она полностью приготовилась. И здесь уже по желанию, если кто-то хочет добавить масло, то без проблем. Пожалуйста. Хочет кто-то добавить сахару, добавьте сахару. Удобство такого приготовления в том, что не нужно стоять возле плиты и не трястись, что ваша каша пригорит. Здесь я возьму другую ложку, чтобы перемешать. Так, ну что, пойду я звать супругу, пусть она выбирает, какую кашу она хочет. Выбирай себе любую, пока я добрый. Мама мне поест. Смотри, сама. Она с курагой. А? С курагой. А, это с курагой? Да. Давай уже выбирай, каша стынет. Так, а что, ты еще что-то будешь болтать? Попробуй и ту, и другую. Масло сливочное. Все? Ну да-да, я тебе еще пшенную оставлю, как ты ее любишь. Так, ну я больше ничего болтать не буду. Как вы уже слышали, я добавлю себе сливочного масла и выберу геркулесовую кашу. А, тут я смотрю, камера не все схватила. Что я могу сказать, друзья? Если вам это видео оказалось полезным, мне будет приятно, если вы оставите мне пару комментариев, ну если нет, то, то нет. А я на этом с вами прощаюсь и, возможно, до новых видео.